This conference will now be recorded. Поэтому всех приглашаем, для всех это будет полезно. И даже если вы никогда в жизни не проводили собеседование, эта методика, о которой я сегодня буду рассказывать, она тоже вам будет интересна. В этом я уверена, потому что она жизненная, проверенная жизнью. Первое, о чем я хотела бы попросить вас, пока я буду рассказывать сейчас немного о себе и о нашем центре, мне бы хотелось, чтобы вы ответили вот на какой вопрос. Что оценивает рекрутер на собеседование? Вот такой вопрос. Он адресован ко всем и к тем, кто занимается подбором персонала и тем, кто просто как кандидат участвует в собеседованиях. Я вам в чате этот вопрос скину сейчас и попрошу, чтобы вы также в чате, пока пару минут я буду рассказывать, написали свое мнение. Итак, что же рекрутер оценивает на собеседовании? Вот такой у меня к вам вопрос. Сегодня мы будем говорить о том, как понять ценности установки кандидата, как провести беседу ни о чем, и разговор просто так, по-разному называется эта методика. Как интерпретировать ответы кандидата и сделать правильные выводы, и какие правила следует учитывать при использовании этой методики. Я вам расскажу об этой методике, и у нас будет в конце кейс. Я его разберу, покажу, как она работает, эта методика, и в конце еще задание нам дам на дом, чтобы вы тоже потренировались. Если будут вопросы, то в конце я тоже отвечу на все ваши вопросы. Вы их можете писать в чате, в чате вы можете писать и вопросы, и свои комментарии, и я по ходу буду смотреть, если что-то актуальное для данного момента, я буду комментировать. Если просто вопрос, на который я могу позже ответить, я отвечу на него в заключении. Нашему центру в этом году исполнится уже 30 лет. У нас более миллиона выпускников и более 250 преподавателей. Одним из преподавателей являюсь я, Светлась Ольга Юрьевна. Я член Национального союза кадровиков, сертифицированный специалист в области кадрового менеджмента и кандидат юридических наук. Начинаю в преподавании, 10 лет работала в высшем учебном заведении, затем кризис жанра и окончив годичные курсы при МГУ имени Ломоносова. Стала работать сначала рекрутером и затем выросла до директора по персоналу. В качестве директора по персоналу пришла сюда, в Центр компьютерного учения специалистов. Я опубликую и сконсультирую наших слушателей, курирую HR-клуб и мои контакты также в сайте я вам оставлю. Здесь адрес моей электронной почты, если у вас возникнут какие-то вопросы или пожелания. Здесь ссылка на мою страницу на сайте специалист.ру и ВКонтакте и Фейсбук на мои профили тоже ссылка есть. У нас есть клуб, в который мы вас всех приглашаем. Клуб называется HR-клуб «Специалист». ВКонтакте, Фейсбук, Телеграм и Инстаграм. Ссылки тоже я вам оставлю. Кстати, у нас сегодня присутствует Светлана. Светлана – это наш администратор клуба. На ней держите практически все. И вот она тоже сегодня с нами. И мы вместе со Светланой приглашаем всех желающих не только присоединяться и участвовать, но и быть авторами. Нам это тоже важно. Итак, давайте вернемся к нашему вопросу. Что оценивает рекрутер на собеседовании? Я вижу ваши ответы. Давайте их прочитаю и прокомментируем. Любовь предлагает оценить мотивацию и лояльность. Спасибо, согласна. Эмиль думает, что это зависит от рекрутера, кому что ближе. И с этим я согласна. Рекрутеры бывают разные. Кстати, есть и опытные рекрутеры, и начинающие. Разные рекрутеры. Лариса пишет, что насколько человек подходит под описание позиции. Верно, верно. Как профайл кандидата, насколько он соответствует требованиям должности. Светлана пишет, что на собеседовании оцениваем соискателя. Хочет, может, управляем в совместивом безопасен. Светлана, супер ответ. Прям узнаю нашу школу. Это правильно. Это правильно. То есть со всех сторон оцениваем. Еще Светлана пишет, что лояльность компании, подчиняемость, управляемость, мотивация, навыки. Да, согласна. А дальше зависит от цели. Да? И с этим согласна. Ольга пишет, вменяемость, заинтересованность. Вот вменяемость мне понравилась. Вменяемость. Ну, просто все, пожалуйста, интерпретируют этот термин. Для меня вменяемость – это нечто такое абстрактное, поэтому заинтересовала этот ответ. Спасибо. Заинтересованность имеется в виду мотивация, наверное. Да? Вот. И, да. Эмиль тоже пишет, что ему нравится коммент про вменяемость кандидата. Еще рекрутеры любят, знаете, какое слово? Адекватность. Вот. Адекватный или неадекватный кандидат. Тоже забавно звучит. Несколько так абстрактно, да? Спасибо. Ну, что же, из ваших ответов я вижу, что у нас собрались профессионалы, которых ничем не удивишь, они все знают, но, во всяком случае, правильным путем идут. Но на практике, к большому сожалению, я могу констатировать, что очень часто рекрутеры оценивают, в основном, вот акцент делают, да, на оценке профессиональных знаний и умений и навыков, потому что именно эти темы не предъявляет бизнес. Когда заказчик заполняет внутренний или внешний заказчик заполняет заявку, то он указывает, что ему нужно. Как правило, он не пишет там про лояльность, про мотивацию, да, но, наверное, вряд ли. В основном акцентирует внимание на квалификации, уровень образования, опыт работы, может быть, какие-то навыки, которыми должен обладать кандидат и так далее. И начинающие рекрутеры, они концентрируют внимание именно на этом. И вот чем заканчивается? Нашли классную звезду, да, с точки зрения квалификации кандидата, оформили на работу, через некоторое время раз и все. И не получилось, не получились отношения. Почему? Потому что либо кандидат уволился, ему что-то не подошло, у нас не понравилось, либо мы его уволили, потому что он нам не подошел по каким-то другим критериям. По каким-то другим критериям, которые мы не оценили вовремя, во время собеседования. Поэтому сегодня мы как раз и будем говорить о таких вещах, как ценности, мотивации, вот то, что вы писали, взгляды на жизнь, да, взаимоотношения внутри и так далее. И если вам интересна вообще вот тема собеседования, о том, как проводить собеседование, какие методики можно использовать, мы с вами разберем одну методику сегодня. И то даже не одну, а часть одной методики, часть своей методики. А вообще у нас есть практический курс по подбору персонала. И мы приглашаем вас, он небольшой, всего 16 академических часов, но очень такой насыщенный. Ближайшая дата у нас два дня подряд, 22 и 23 марта. Значит, начинается в 10 часов и заканчивается в 17 часов. В формате дистанционное и очное обучение тоже возможно. Кому как удобно. Здесь у нас программа, в основном мы будем говорить о том, как структурировать собеседование и какие методики использовать для того, чтобы понять и прочитать человека как книгу. Чтобы получить максимум информации об этом человеке, профайл составить, соотнести с профилем должности, который заявляет наш заказчик, и понять, подходит он или нет. Идеальных кандидатов нет. Поэтому вот сегодня мы рассмотрим на кейс, на примере кейса, что даже с минусами можно работать. И об этом мы тоже поговорим. И на этом курсе мы будем проделывать различные упражнения, практикумы, проводить собеседование друг с другом и так далее. Так что приходите, буду вас ждать. Арматы обучения разные. Это может быть и выпало, индивидуальное, очное, онлайн, микро-learning, заочное. И в последнее время большой популярностью пользуются открытые обучения. Открытое обучение, когда слушатель просматривает записи обучения какой-то конкретной группы, выполняет вместе с группой задание, и затем руководит, извините, преподавателем, и сдает либо тестирование, либо какую-то работу готовую и так далее. Чем нравится открытое обучение? Тем, что слушатель сам выбирает себе темп. Когда работаем с группой, то надо подставиться под группу, и достаточно сложно. Это может быть переквалифицированные слушатели, которым нужны какие-то определенные темы, и слушать вот все-все подряд ему сложно. Ну, неинтересно, потому что он уже это знает. Или наоборот, слушатель новичок, ему что-то непонятное, ему хочется вернуться к этому, а уже группа пошла дальше. А что касается открытого обучения, то там как раз решаются эти проблемы. То есть вы можете выбирать свой темп, обучайтесь, пожалуйста, как вам удобно. Записи вам будут доступны в течение шести месяцев, так что красота необыкновенная. Вот, очень современный и актуальный такой формат. Поэтому выбирайте любой формат, мы всегда готовы вам предоставить это. Документы, которые мы вручаем после окончания, это либо свидетельство об окончании нашего центра, курса какого-то конкретного, либо удостоверение о повышении квалификации, либо диплом о профессиональной переподготовке. Если вас интересует разница между этими документами, я тоже могу рассказать, либо обратитесь к нашим менеджерам. Они с большим удовольствием вам расскажут. Вот Александр пишет комментарий к открытому обучению, пишет, что один из лучших форматов. Можно заниматься по записи, и все важные моменты записывать, целый тетрадь, а если что-то непонятно, задавать вопросы преподавателю. Да, совершенно верно, Александр. Мне, кстати, тоже нравится. Я тоже обучалась в формате открытого обучения, мне это очень нравится. Кстати, не забывайте, что преподаватель всегда с вами. Поэтому, если что-то будет непонятно, то преподаватель всегда поможет. Спасибо, Александр, за поддержку. Ну что ж, переходим тогда непосредственно к нашей теме. Напоминаю, что у нас такие вопросы, как понять ценности установки кандидата, как провести беседу ни о чем, или разговор просто так, как интерпретировать ответы, это, пожалуй, самое сложное, наверное, вот чему надо учиться. Провести беседу можно, получить информацию можно, а вот как интерпретировать правильно, сделать правильные выводы. Ну и, наконец, какие правила следует учитывать при использовании этой методики. Ценности установки кандидата. И на экране знакомая многим пирамида Маслова. Когда к нам приходит кандидат, то у него, так или иначе, у каждого человека, имеются определенные уровни потребностей. И вот если мы сможем на собеседовании определить все вот эти уровни потребностей и понять, сможем ли мы в нашей организации удовлетворить его уровни потребностей, и соответствует ли его ожидание тому, что происходит в нашей организации, вот тогда мы можем сказать, что мы отработали прям вот идеально. Но чаще всего рекрутеры, особенно начинающие рекрутеры, зависают на физиологических потребностях. То есть что может дать организация? Ну, это уровень заработной платы, компенсационный пакет какой-то и так далее. И вот как-то вот это вот обсуждают. Иногда переходят на более высокий уровень, например, потребность безопасности. Это охрана труда, или, например, добровольное медицинское страхование, или еще какие-то вещи. Ежегодно оплачиваемый отпуск, это, наверное, тоже сюда можно отнести. Еще реже переходят уже непосредственно к коллективу, к взаимоотношениям. Когда обсуждают взаимоотношения коллектив, не просто у нас дружный, сплоченный коллектив, нет, а именно тонкости. Например, стиль управления, какой, какие есть особенности, какие особенности командной работы, или, наоборот, удаленной работы, еще что-то такое. Ну и уж совсем немногие добираются до вершины пирамиды, до потребности уважения и потребности в самореализации. Вот это самое сложное, потому что здесь, на этом уровне, находится у работодателя миссия компании и ценности компании. И вот самое страшное, если кандидат не разделяет ценности нашей компании, и миссию нашей компании не поддерживает, то этот кандидат не наш человек. У него есть свой работодатель, он найдет его и будет счастлив, но он не будет счастлив нашей компании. И мы, конечно, будем довольны этим кандидатом, и хорошо бы это узнаваться уже на встрече, на первой встрече, на собеседовании. Если мы это не узнаем, то в результате эта ошибка может нам очень дорого обойтись. Итак, сегодня мы говорим с вами вот на высоком основном. Как узнать, насколько человек мотивирован, насколько он будет лоялен компании, какие у него взгляды и так далее. Это не так просто, потому что, с одной стороны, когда мы издаем вопросы, то к нам приходят многие кандидаты уже подготовленные и дают нам социально ожидаемые ответы. Мы им вопрос, а не нам правильный, в кавычках, правильный ответ. Мы им еще вопрос, а не еще правильный ответ. И у нас такое, знаете, благодушное состояние. Оу, ура, вау, наконец-то мы нашли от того самого идеального кандидата. Он правильно отвечает на все наши вопросы. Ну, это очень большое заблуждение, потому что это маска. А наша задача с вами понять все-таки, какого человек на самом деле. И вот эта техника, она относится к проективным методикам, которые работают на подсознании. Инструмент достаточно интересный, и механизм работает так. Если у меня есть какие-то установки по отношению к чему-либо, то эти установки я, скорее всего, стереотипно буду распространять на все, что вокруг меня. Ну, например, если у меня есть определенное отношение к определенной категории людей, то это же отношение из жизни я буду переносить и в работу. Может быть, какое-то время я буду сдерживаться, да, вот как кандидат, но потом все равно свое отношение так или иначе я буду проявлять через некоторое время. То есть у взрослых людей уже есть сложившиеся установки. И именно об этом нам надо узнать. О чем бы ни говорил человек, он всегда говорит о себе, о себе, о своих ценностях и так далее. И вот тут мы можем использовать интересные такие моменты, когда на собеседовании мы говорим вдруг не о работе в будущем, не о прошлой работе, а о жизни. О том, как человек понимает какие-то, и как он относится к каким-то событиям, да, его отношения, его терпимость-нетерпимость, его лояльность-нелояльность. Старое доброе, у кого что болит. Да, совершенно верно. Согласна. Именно так, именно так. Я в конце еще, вот когда мы проработаем кейс, еще вам покажу правила, таких, которые надо придерживаться при использовании этой методики. Методика, с одной стороны, покажется простой, но с другой стороны, есть определенные правила. Я в самом конце об этом расскажу. Итак, о каких темах можно говорить? Можно говорить про отдых, про семью, про любимые книги, какие-то увлечения, домашние птицы, увлечения, питомцы. По моим наблюдениям, про семью, про близких не очень это рассказывать. Есть определенные категории, мамочки, да, молодые мамочки, которые с удовольствием рассказывают о своих детях, например. Но не все далеко, поэтому эта тема, она такая более табуированная, что ли. А вот про домашних питомцев, это пожалуйста. Если у кандидата есть кошечек, собачек, там, не знаю, рыбки или птички, то это вот их, да, такое вот место, больное, о котором они готовы очень долго говорить. Мы слушаем и получаем информацию. Вот, видите, разные темы. Улечение тоже, такая тема, достаточно часто на собеседовании используемая. Ну, любимые книги. Мы разберем только одну тему. Мы сегодня разберем одну тему отдых. как можно, сейчас я вам покажу, расскажу, как можно при необходимости, да, получить информацию от кандидата на собеседование, разговаривая с ним об отдыхе, об его отдыхе. Ну, во-первых, начинать нужно тему всегда естественно, а не просто так, а теперь расскажите, как вы отдыхали. Ну, это, конечно, натянута, и вряд ли кто-то всерьез будет это все воспринимать, поэтому нам нужно как-то зацепить кандидата и в какой-то момент, ну, например, человек приходит, такой довольный, отдохнувший, прекрасный загар, мы спрашиваем, у вас замечательный загар, делаем комплимент, вы, наверное, где-то отдыхали, наверное, на югах, ну и так далее. И вот, если человек готов с нами общаться на эту тему, мы начинаем ее развивать. Тоже на примере сейчас покажу. Слушая, задавая вопросы, получая информацию, мы оцениваем следующие критерии. Критерии выбора места, как он выбирает спутника в себе, как он выбирает способ отдыха, отношение к сервису, скорость в основном месте и интерес к новому. Сейчас я прокомментирую каждый из этих критерий, прошу внимательно послушать, может, даже что-то зафиксируете себе, а потом я вам покажу кейс, рассказ одного из кандидатов, и мы попробуем вместе с вами проинтерпретировать его ответы. Итак, начинаем с критерий места, выбора места, да? Что мы можем узнать? Говоря о выборе места, мы можем узнать о том, как человек это делает, самостоятельно или кто-то ему предлагает, ну, допустим, я увидел, что хорошие скидки на какие-то там путевки, поэтому я выбрал, или мои друзья мне предложили, или я сам долго хотел куда-то поехать, и вот это я увидел. То есть в данном случае мы можем определить тип референции, внутренний или внешний. И что мы можем оценить, и как мы можем это привязать к будущей работе? Дело в том, что когда человек принимает какое-то решение, как я уже говорила, вот стереотипность принятия решения, она будет распространяться на все и на работу в том числе. И если у нас на каком-то месте работы требуется внутренний тип референции, то есть человек должен сам принимать решение, а у нас из информации об отдыхе появилась гипотеза о том, что он не очень самостоятельный, что прислушивается к мнению окружающих друзей, мужа, жены, мамы, папы, детей и так далее, то здесь мы уже ставим знак вопроса и это мы будем выяснять. Вот у нас начинается уже несоответствие. Здесь же, кстати, можно посмотреть и определить уровень лояльности по отношению к близким. То есть если близкие предложили, он не согласен, но тем не менее он пошел навстречу. То есть жидкость тоже можно определить. Можно определить, например, здесь же чувство долга. Ну, например, мы с друзьями договаривались поехать в какое-то место, куда там, на Северный Ледовитый океан. Вот сейчас смотрю на карту, первое, что попало мне на взгляд, на что упал, это Северный Ледовитый океан. Но мне предложили вдруг какую-то интересную путевку в Южную Америку. И в этом случае вот выбор, как человек себя ведет. Есть ли у него чувство долга и он отказывается от путевки и едет со своими друзьями куда, как они договаривались, или говорит, нет, ребята, извините, у меня тут такое предложение, я, пожалуй, выберу другое место. Далее, выбор спутников. Важный момент, потому что здесь мы можем определить, командный игрок он наш, кандидат, или одиночка. Если он рассказывает о том, что любит отдыхать в одиночестве, один ездит, все смотрит и так далее, это один момент. Если он старается быть в компании и обязательно ему кто-то нужен для того, чтобы сопровождали и так далее, с кем-то нужно делиться впечатлениями сразу, то это ближе, наверное, к командному игроку. Вот это мы тоже можем определить. И дальше сравниваем с тем, что требуется с нашим, сравниваем с описанием должности, да, и смотрим, что требуется для выполнения этой функции. Если командный игрок, а он явно одиночка, вот тут будут проблемы. Да, вижу ваш комментарий, я обязательно об этом тоже скажу. Конечно, не до фанатизма. Вот то, о чем я говорю сейчас, я это прокомментирую чуть позже, не до фанатизма. То, что мы сейчас делаем, это назвать о гипотезе. Мы сейчас только предполагаем что-либо, получив эту информацию, а потом уже расскажу, как это не работать. Третье. Мы обращаем внимание, это выбор способа отдыха. Выбор способа отдыха. Кто-то любит активный отдых, кто-то любит пассивный отдых, поваляться там с книжкой на диване или на пляж сходить, или кому-то нравится дальние походы пешие, кому-то нравится автомобильные какие-то поездки и так далее. Вот через выбор способа отдыха мы можем обратить внимание на то, насколько кандидат будет требовательным к условиям труда. Если ему достаточно рюкзака и вот он пошел и все, то, скорее всего, точно так же он будет относиться к месту работы. Ну, есть стол, стол, мне это достаточно. всегда. Если же у него сильная тяга, например, к изменениям, то и в работе ему захочется, скорее всего, опять же, стереотипность мышления, как правило, срабатывать, ему захочется, наверное, каких-то вот изменений. Сидеть на одном месте неинтересно, мне хочется куда-то идти, что-то делать и так далее. И сюда же мы можем, здесь же мы можем узнать об отношении к людям вокруг. Если кандидат рассказывает, что он на отдыхе, его кто-то там раздражал, что-то ему не нравилось, да, то в этом случае, скорее всего, он не очень терпим к окружающим людям. Или он, например, мне хотелось куда-то спрятаться и никому не иметь, скажем, да. Или напротив, такие добрые люди меня окружали, они мне помогли, местные жители прям замечательные и так далее. То есть такая вот лояльность к местным жителям, значит, он, скорее всего, сработается и со сложными людьми, которые в нашей организации тоже могут быть. Отношение к сервису. Четвертый периферий отношения к сервису. Отзывается о том, что он был. Здесь мы можем оценить пожелания к работодателю, умение находить компромисс в ситуации, когда что-либо не совпадает с его ожиданиями. Например, если ожидания сервиса все вот должно быть четко, там, я остановился в какой-то гостинице пятизвездочной и горничная должна убирать два раза в день, утром и вечером, а может быть, еще и в обед. Если она этого не сделала, это ужас, ужас, я пойду жаловаться и так далее, то, скорее всего, на работе у него будет точно такое же отношение к окружающим и в том числе к условиям работы. к условиям работы. Ну, например, когда его попросят задержаться на работе, вдруг у нас приветствуются переработки, то такой человек, который живет именно по расписанию, по часам, скорее всего, откажет. Вместе с тем, если у нас корпоративная культура такова, что нам, мы тоже уважаем чужое время и у нас все от звонка до звонка, то есть тайм-менеджмент в действии, то в этом случае наверное такой работник нам подойдет по корпоративной культуре, вот такой требовательный к себе, к окружающим наверное нам подойдет. Четвертый критерий это привыкание к чему-либо, некая гибкость. Любит ли человек ездить в одно и то же место, потому что он привык к этому, ему нужна стабильность, или он любит менять места и даже находясь в каком-то месте он с удовольствием ездит на экскурсии, там ходит к музеям, сегодня одно, завтра второе, третье и так далее. То есть достаточно быстро перестраивается. Это будет говорить о том, что нам надо продумать систему адаптации. Если у человека скорость адаптации высокая, то наверное и время адаптации будет сокращено. Если он трудно адаптируется, значит, надо выстроить определенную систему для него пошаговую, для того, чтобы он мог как можно быстрее влиться в нашу корпоративную культуру, знакомиться с людьми и быть эффективным уже при выполнении какой-то деятельности. Ну и наконец, это желание получать и обрабатывать информацию и быстрое формирование новых навыков, а также умение их применить. Здесь мы будем оценивать, как быстро кандидат вникает в специфику бизнеса в конкретной компании, сколько ему времени на это потребуется, как он работает с информацией, сможет ли он сделать это сам или потребуются дополнительные обучения, какие-то тренинги, дополнительные документы и так далее. Материалы, может быть какие-то ресурсы. Итак, мы с вами перечислили шесть критериев, по которым можно сделать какие-то гипотезы. Я подчеркиваю, это не окончательное решение, это не разговор, но это дополнительная информация, которая поможет нам избежать каких-то определенных рисков. Итак, я вам предлагаю сейчас, из того, что мы сейчас услышали, я выведу на экран рассказ о том, оценим одного из кандидатов и мы попробуем интерпретировать его ответы и оценить его ценностные установки, особенности какие-то психологические, насколько приемлемо или неприемлемо это для определенной компании. Итак, вот они перетели у нас и сам кейс. Работодатель это крупная производственная полиграфическая компания, существующая на рынке 30 лет. Средний возраст работников в этой компании примерно 50 плюс. Люди давно уже работают, стабильность достаточно, потому что это производство, на производстве как правило особой текучести нет, люди как пришли в начале, так до сих пор и работают. При этом в этой организации авторитарность и управление жесткая иерархия. Там четкая подчиняемость, организационная структура линейно-функциональная, поэтому там даже, можно сказать, немного бюрократическая. Вот такая у нас компания. Что же хочет эта компания? В компании образовалась вакансия, нужен руководитель юридического отдела. Прежний руководитель юридического отдела уволился, потому что руководство было им недовольно. Он был достаточно мягким и не хотел, скажем так, и он не смог построить работу отдела должным образом и было очень много проблем. Документы вовремя оформлялись, не очень аккуратно, были претензии со стороны поставщиков и заказчиков, в общем, было очень много проблем. И теперь мы ищем нового кандидата, который должен будет организовать четкую работу отдела и упорядочить ту документацию, которая велась не очень аккуратно. У нас есть реальный кандидат, кандидат женщина 35 лет, она замужем, имеет сына 10 лет, по квалификации полностью соответствует требованиям должности. Вот прямо на 100%. Она приходит на собеседование, рекрутер проводит собеседование и в ходе собеседования задает ей такой вопрос. Она говорит о том, что я очень-очень много работаю, рассказывая о своей работе, очень устала и так далее. И рекрутер спрашивает ее, а когда в последний раз вы были в отпуске? Ну, вроде бы, логичный такой вопрос возник. И вот, пожалуйста, ее ответ. В январе я была в Крыму, в Симферополе, в Ялте, в Севастополе. Рекрутер, естественно, удивлен. Он спрашивает, а почему именно зимой, почему именно в январе вам не дали отпуск летом? Ответ. Нет, я сама выбрала это время. Летом все дорого, много народу, жарко, я плохо переношу жару. Интериор ее подбадривает и говорит, да, вы знаете, я вас прекрасно понимаю, тоже не люблю жару, хотя в последнее время в Москве где там бывает достаточно жарко. А почему именно Крым выбрали? Спрашивает интериор. Чувствуете, да? То есть он ведет этот разговор и получает следующий ответ. Я была несколько раз знакомых же местом. Там живут мои знакомые, Воздух морской очень благодатный. Крым находится сравнительно недалеко, потому что я плохо заношу самолеты. Ну и рекрутер для того, чтобы продолжить это, спрашивает, ну как удалось отдохнуть? Провести время с пользой? Ответ. Да, время провела с пользой. Отдохнуть почти не удалось. Сын замолчил. То ему на экскурсию, то на море. Вечер ноги ныли, голова раскалывается от всех этих поездок. Мне, конечно, нравится ходить по экскурсию, но не каждый же день. Мне больше нравится спокойствие. А вы в отеле остановились, спрашивает рекрутер или снимали квартиру? Она ответила, что гостиницы остановились, но обслуживание гостиницы не понравилось. Выбирают редко, питание невкусное, обслуживающий персонал из местных, необычный, грубый. Такое впечатление, что никому ничего не надо. И мои знакомые тоже стали такими же. Те знакомые, которые там живут в этом месте. я бы там не смогла жить. Так, приехать, переменить обстановку и обратно домой. Но постоянно там жить я бы точно не стала. Вот посмотрите, пожалуйста, такой двухминутный разговор, но какую информацию мы можем сейчас получить? Итак, я специально выделила красным цветом в этом раз те фразы, которые нам помогут. И сейчас мы попробуем с вами интерпретировать ту информацию, которую получили. Еще раз напоминаю, что это пока гипотеза. Потом мы будем проверять, как проверить уже скажем. Первый критерий, по которому мы оцениваем, это критерий выбор места. Вот что она говорит, да? Она говорит, что я сама выбрала, в январе была, сама выбрала. Так, и место, почему она выбрала? Потому что она была там несколько раз, там живут ее знакомые, воздух морской очень благодатный и сравнительно недалеко. То есть она четко выделила как минимум четыре пункта, почему она это сделала. Таким образом мы можем с вами сделать следующий вывод. Первый, выбирает единолично, да? Уже есть какие-то мысли. Далее, выбирает она не эмоциями, а логикой. Человек логичный. Была несколько раз, живут знакомые, воздух морской очень благоприятный, сравнительно недалеко. при этом есть определенные риски. С одной стороны, вроде бы хорошо у человека внутренний. Да, Светлана, вижу ваши комментарии, сейчас секундочку прочитаю его. Динамика и организация соцсетутой дисциплины точно не сюда, предпочитает выбирать сама, что и как, но хочет предсказуемости. Да, сейчас посмотрим результат, кстати, интересный будет. Итак, здесь есть риски. Какие риски? Что действительно у нее отсутствует такая терпимость к неструктурированности. Она человек, видимо, структурированный сама, такой вот достаточно держит себя в рамках, что ли. И здесь может быть такой риск, что да, неструктурированность ее не устроит. Тем более, она придет в отдел, помните, где до этого был, мягко говоря, бардак. Так, сервис читай, механизмы работы важны. Да, точно. Выбор спутников смотрим. По выбору спутников, значит, она поехала с сыном. При этом, обратите внимание, она о сыне вспомнила только где-то на третий раз. Она в этом отделе порядок махом наведет, пишет иметь. Может быть, сейчас посмотрим. Так, вот смотрите, про сына она вспомнила только на третий раз. Когда она говорила о том, где она была, как она выбирала это время, почему выбирала, про сына вообще ничего. Я не думаю, потому что она его не любит, скорее всего, мать, любая мать любит своего сына, но она к нему относится, поскольку, видимо, достаточно эгоистичный человек, она к нему относится как просто вот к человеку и все. не часть ее, это просто отдельный человек, может быть, с уважением, все хорошо, но вот так. Причем сын ее замучил, видимо, раздражал ее сыну. Вот, и это тоже показывает, что некий эгоизм здесь в данном случае присутствует. Вот она пишет, говорит о том, что то им на экскурсию, то на море, то есть явно у них разные интересы, да, вот выбор свой, ну, хочешь, не хочешь, пришлось выбрать. Здесь очень напоминает, очень, мне так кажется, нас отодвигает к тому, что она все-таки одиночка, да, вот здесь не видно, что она командный игрок пока из этого рассказа. Выбор способа отдыха. Она говорит о том, что ей больше нравится спокойствие. Вот приехал на место и спокойно, значит, отдыхаю. А все остальное тоже интересно, но вот нравится ходить по экскурсиям, но не каждый день. Поэтому способ отдыха какой-то спокойный. То есть здесь мы можем сделать вывод, что человек тянется к стабильности, к стабильности определенной. И здесь же посмотрите отношение к людям. Отношение к людям, вот обслуживание, ну, это обслуживание, вот уже, а вообще если к людям, то, например, необычный, грубый, такое вот отношение. Высокая требовательность к окружающим, и также она говорит о своих знакомых, что вот такое впечатление, что никому ничего не надо, и мои знакомые тоже стали такими же. Я там не смогла бы жить. Видите, она четко противопоставляет себя окружающим людям. Да, Эмиль, да, сейчас вот я как раз это тоже все прокомментирую. Еще раз напоминаю, что это пока гипотезы у нас, да, это надо выяснять. Теперь отношение к сервису, она тоже недовольна сервисом, у нее вот такой требовательный отношение к сервису, значит, она будет требовать, скорее всего, на работе, каких-то определенных моментов. Да, они по объективным, согласна. Скорость адаптации у нее явно не очень быстрая, потому что она говорит о том, что вот тянет к спокойствию, к какому-то размеренному такому отдыху. Вот, и в Крыму была несколько раз. И опять она поехала туда же. Да, да, Елизавета. Ну, это все из жизни, поэтому, конечно, конечно, так. Ну, опять же, смотрите, вот вы пишите, что у многих такое отношение, я могу сказать, что выражать отношения можно по-разному. Можно сказать, ах, там такой кошмар, такой кошмар, а можно сказать, ну да, вот сейчас они самоопределяются, надо им помочь, а можно сказать, что да нет, все нормально, у нас там в каких-то местах еще хуже, например, да, вот я про отношения говорю, нас интересует именно это, отношения конкретного человека. Так, ну, и интерес к новому. У нее, скажем, не очень развит, да, упорно едет в одно и то же место, хотя не нравится, правильно, вот Эмиль заметил очень важную вещь, хоть ей все не нравится, тем не менее, он несколько раз едет в одно и то же место, стабильность, стабильность, и ей не хочется нового, ей хочется что-то проверенное уже иметь, что-то уже, то, что ей понятно и, в общем-то, не несет никаких рисков для нее, например. Итак, давайте посмотрим, боится в жизни что-то менять, да, Лариса, может быть и так, да. Давайте посмотрим, как можно интерпретировать все это и как можно, какой вывод можно сделать. Напоминаю, что это мыши продолжали здесь как-то, да. Вот, вот какие у нас условия кейса, сейчас напомню вам. И давайте посмотрим, какой вывод мы можем здесь делать. Первое. Кандидат имеет внутренний тип референции, в принятии решений руководствуется логикой. Второе. Выражен эгоцентризм и желание прислушиваться к окружающим. Предпочитает соблюдать последовательность действий, опять же, логика, да, то, что срабатывает. Проявляет нетерпимость к другим людям, сниженные адаптационные способности и предпочитает пользоваться готовой информацией, а не добывать новую. Так, сейчас прочитаю комментарий интересный. Тут у нас есть еще Елизавета пишет, что так и с авторитарным управлением будет жаловаться и ходить на работу годами. Да, да, да. То есть стабильность обеспечена, вот, недовольство тоже обеспечено. Это правда, это правда. Ну что же, значит, я могу сказать, чем все это закончилось в реальной жизни. В данном случае кандидату сделали предложение, несмотря на то, что здесь есть явные минусы, которые не совпадают с тем, что нужно работодателю, но вы обратили внимание, по-моему, Елизавета написал, так, или кто-то написал, к сожалению, сейчас я листаю, смотрю, не могу найти, был такой комментарий, а, вот, да, нашла, написал, что она в этом отделе порядок махом наведет, и действительно так, да, и Светлана вот пишет тоже, что навести порядок в отделе может, и может, но не ругается с Аксением, yes, и вот мы, видя эти риски, мы понимаем, что самое главное она сделает, функционал, значит, у нее задача основная, навести порядок она наведет, но наша с вами задача, первое, обеспечить ей систему адаптации соответствующей, потому что видим, что риски есть, она плохо адаптируемая, и второе, это сопровождать ее постоянно с точки зрения конфликтности, то есть здесь нужно работать именно как медиаторы в каких-то случаях, и нужно вот эти риски учитывать, вот, то есть сглаживать какие-то нюансы, об этом нужно обязательно сообщить руководителю организации, для того, чтобы они тоже воспринимали ее особенности и работали соответствующим образом, может быть, даже дать им какие-то рекомендации о работе с этим конкретным человеком. Итак, какие есть правила при проведении этой методики? Мы понимаем, что после одного вот такого рассказа это может быть случайность, то, что она говорила, вот Эмель, например, написала, может быть, она устала, поэтому так, вот такая у нее реакция, может быть, идеально сотрудника нет, тоже согласна, поэтому для того, чтобы понять, а действительно она такая, вот как мы предположили или нет, надо это проверить как минимум три раза. Вот один раз мы уже проверили, сделали какие-то выводы и теперь надо еще как минимум два раза либо применить какие-то методики для проверки, ну, как правило, проективные методики, да, вот мы, допустим, у нас была гипотеза, что она эгоистична, эгоцентрична, знак вопроса поставили, давайте проверим эту гипотезу, да, у нас была гипотеза, что будет у нее высокий уровень конфликтности из-за нетерпимости к окружающим людям, давайте мы проверим эту гипотезу и так далее. Как правило, используем техники, используем эту технику только тогда, когда кандидат доверяет и готов обсуждать, если он не готов обсуждать эти вопросы, благодарим за облиг и удачу. Какую-то другую тему поднимаем, да, да, далее. Нет правильных правильных ответов. Есть только качества, которые помогут или не помогут этому кандидату влиться в нашу компанию. Далее. Мы тестируем разные темы, выбираем те, которые ближе, понятнее. Ну, опять же, желательно это делать по случаю, то есть вот мы что-то такого услышали, допустим, открывает телефон, у него на телефоне и у нее киска изображена, да, мы спрашиваем, это ваша кошечка такая симпатичная, и вот, пожалуйста, зацепили тему питомцев, например, вот, ну и так далее. То есть нужно вот выбирать ту тему, которая ближе. Свои гипотезы проверять не менее трех раз, еще раз повторяю, не менее трех раз, потому что один раз это случайность, два раза это тенденция, три раза это уже закономерность, вот это важно. Далее, темы могут рассматриваться и вместе, вот сейчас мы с вами одну тему рассмотрели, отдых, но сюда же, например, и семья подтягивается, например, да, вот, на основании только одной методики нельзя отказать кандидату в дальнейшем рассмотрении кандидатуры, потому что всю информацию надо полностью собрать, ну и, конечно, практиковаться, только практика поможет нам использовать эту методику. Практиковаться, кстати, можно не только на работе, но и в жизни. Послушайте, что рассказывают люди, запишите рассказ какого-то близкого человека об отдыхе, например, да, и попробуйте также интерпретировать эти ответы. Кстати, на близких даже лучше проверять, потому что вы уже знаете этих людей, и когда будете интерпретировать, вы сможете сравнить, а действительно он такой или нет. Вот это, кстати, даже очень полезно. А вот Эмиль пишет, что эту технику можно использовать только опытный рекрутер, а я как раз говорю, что нет. Эту технику можно и нужно использовать не только в работе, но и в жизни. Если вы хотите реально вот научиться читать человека как-нибудь, надо постепенно, постепенно к этому приходить. и каждую тему тренируем отдельно. Вот взяли какую-то одну, допустим, мы поняли, как проходит, как мы получаем информацию из рассказа из отдыха, то есть по каким критериям оцениваем. Вот, пожалуйста, обработайте эту методику. Я думаю, что это очень интересное упражнение, и, кстати, именно это упражнение я и хотела вам задать дома. Потренируйтесь, и у кого все получится, напишите мне. Я буду рада, что это помогло. Ну, а кто хочет подробнее узнать и про другие методики, в том числе и проективные, я вас приглашаю 22 и 23 марта, два дня у нас будет, на практический курс по подбору персонала. Там мы будем и другие методики в том числе тоже изучать. Ну, что ж, сегодня мы с вами говорили о том, как понять ценность установки человека, провели беседу, ни о чем или разговор просто так интерпретировали ответы кандидата, сделали выводы, подходит, не подходит, и узнали о правилах, которые нужно учитывать при использовании этой методики. Если у вас остались вопросы, я готова ответить. Кстати, напоминаю, что запись вебинара я веду, и она будет выложена на нашем канале на Ютьюбе. Наш канал называется Специалист ТВ. Ссылку я тоже вот сюда схемала вам. И сейчас, сразу после окончания нашего семинара, я размещу презентацию, свою презентацию в вашем личном понимании. Поэтому, кто не зарегистрировался, вы можете зайти на сайт специалист.ру, зарегистрироваться и получить эту мою презентацию. Если не получится что-то, пишите мне. Вот мой адрес электронной почты у Светлышева, специалист.ру, и кроме того, еще здесь размещены наша общая почта, адрес наш, и телефон, по которому вы можете позвонить и задать все интересующие вас вопросы. Я вас благодарю за внимание. Вижу обратную связь. Спасибо всем. Мне очень приятно, что вы получили какую-то информацию, эмоции положительные получили. Спасибо всем. Я еще побуду пару-тройку минут. Если у кого-то вопросы возникнут, пожалуйста, задавайте. Ну, а с остальными я прощаюсь. Всего доброго, всем самого-самого хорошего. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok